Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Наконец-то, кроме всего этого подводного безумия прошедшей недели, нас ждет что-то принципиально новое. Ибо в патчноуте было сказано, что через три недели после выхода версии 12.1 начнется специальное тематическое приключение «Повелительница Морей» с Брисбеном в качестве главного приза. А поскольку обновление вышло 15 февраля, то через три недели — это как раз на этой неделе. Так что по логике уже совсем скоро нам сообщат подробности. А как только спадет режим секретности с Брисбена, я вам покажу его во всей красе в боях и расскажу все, что о нем думаю. Жмите подписки и колокольчики, чтобы не пропустить. А заодно можете написать комментарий, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов под этим видео. Подробности в конце ролика. Также вчера вечером окончательно захлопнулась калитка для перехода на евросервер. С сегодняшнего дня возможности перейти больше не будет, только если создавать новый аккаунт. В принципе, я пока не жалею, что остался здесь, так как игра «Мир кораблей» пока что не подает признаков угасания. Да и онлайн держится стабильно. Единственное, что лично меня начинает напрягать и тревожить, это что до сих пор не починили тренировочную комнату, которая на евросервере работает отлично, а у нас вообще нет. Как по мне это очень важная штука для изучения игры. Надеюсь, что ее все-таки скоро починят. А еще на неделе наделала шумо статья в блоге разработки про прорабатываемые изменения ПВО, у которых я подробно рассказывал в отдельном видео. Стоит отметить, что это пока только закрытый тест, то есть еще не факт, что на основном сервере все это будет именно в таком виде и будет ли вообще. Но к этой теме возвращаются уже не первый раз, что скорее всего означает, что какие-то элементы всего этого просочатся и на наш сервер. Лично мне видится немало смешного и нелогичного в том, когда вызываемый голубинный Бэтмен из авиаудара ГБ контрит сверхскоростные самолеты суперавианосцев. И не только мне одному. Также лично у меня вызывают улыбку, яростное желание некоторых в очередной раз понерфить авики. На фоне того, что подводные лодки, лично на мой взгляд, еще более токсичны. Но это только мое мнение, которое я никому не собираюсь навязывать. Вот несколько юмористических мемов создал по этому поводу. А если говорить серьезно, то судить о том, насколько все это будет интересно и эффективно с точки зрения геймплея, будем только после практических тестов. Пока же, проанализировав отзывы многих игроков на эту тему на различных площадках, у меня сложилось мнение, что народ этим изменениям как-то не очень-то рад и находит их несколько странноватыми. Хотя они на самом деле помогут лучше защищаться от авиков, чему, по идее, многие должны быть рады. Ну, поживем, увидим. Зато однозначную радость у владельцев кораблей и тех, кто собирается их приобрести в ближайшем будущем, вызвала новость о планируемом улучшении Incomparable Альвара де Басан и Тромпа. Апы реально очень приличные. Также нам сообщили, что подводная лодка Гато будет за сталь. Подробный ее разбор уже есть на Бусти. Советую посмотреть всем, кто думает, стоит ли начинать собирать на нее сталь. Аппарат интересный и неоднозначный. Также на Бусти вышло видео с детальным разбором ТТХ Камберланда, еще одной очень интересной новинки. Помеси 16-орудийного Мальбора с Советским Союзом, заброшенной на 10 уровень боев. Новые видео на Бусти выходят почти каждый день. Там собралось уже около 20 уникальных видео, не вышедших пока на YouTube. Что очень интересно, а также позволяет каналу выжить в это непростое время. За счет чего иметь возможность каждый день выпускать видео и на YouTube для всех. Американский линкор Illinois будет доступен за очки исследования. Обзор его уже есть на канале, но скоро мы его обновим с учетом вновь открывшихся обстоятельств. А еще в игре объявили набор волонтеров на различные должности. Тут и модераторы, и различные сценаристы и прочее. Возможно, кто-то найдет себя на этом поприще. А еще можно вступить в целую Академию Супертеста и стать, видимо, настоящим академиком. Теперь к розыгрышу. А пока буду рассказывать, полюбуемся именами замечательных людей, уже вписанных золотыми буквами в историю виртуального флота. В этот раз у нас на кону три контейнера-контрибьютора с шансом выпадения премиум корабля 8 уровня и три комплекта зеленых экономических бонусов по 30 штук в каждом. Для участия в розыгрыше надо быть подписанным на этот канал, написать адекватные комментарии под видео с указанием своего ника в игре в начале комментария, а после ника обязательно сразу написать фразу «Мир корабной». Те, кто играют в схожие игры, призы не смогут получить чисто технически. Список подписок должен быть открыт, лайкосик прожат, и на одном из стримов на неделе программа выберет победителей случайным образом. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова